Всем привет! Меня зовут София, и сегодня в этом видео я вам покажу свои покупки и подарки косметики. Недавно я пролистывала свой канал и поняла, что видео с таким названием вышло аж 10 месяцев назад, и я подумала, что стоит уже снять, наверное, такое видео. Собственно говоря, чем мы с вами сейчас и займемся. Если вам интересно, что я купила, что мне подарили, обязательно оставайтесь со мной, но мы начинаем! Начать я хочу с подарков, и первый подарок будет на 8 марта. Доброе утро, Сонечка! Да, сегодня 14 декабря, скоро Новый год, а я говорю о подарках на 8 марта. Так вот, вернемся к подаркам. Это палетка теней, которую мне подарила моя тетя на 8 марта. Она из H&M. Вот так вот она выглядит. Качество у нее очень хорошее, хорошая пигментация, и держатся они долго. И также она же подарила мне вот такой вот набор блесков для губ, тоже из H&M. И если вам интересно посмотреть на эти продукты поближе, то есть и на блески, и на тени, у меня есть обзор на канале, и я оставлю ссылку на него или здесь, или здесь, я не помню, где подсказки. В общем, она будет в подсказках. Следующий подарок — это крем для рук. Мне его подарила подруга, просто так, это Dolce Milk. Он пахнет бананом, и не просто бананом, а бананом с карамелью даже. Дальше еще один подарок от нее же. Это тональный крем. Она мне его отдала, потому что не пользовалась. Мне нужен был, потому что мой старый просрочился. И вот этот крем мне очень нравится. Я им сейчас пользуюсь каждый день. У него есть, пожалуй, единственный недостаток. Он подчеркивает все шелушения. То есть, если у вас шелушится кожа, это вы точно не скройте с ним. Он это подчеркнет и выделит прям очень сильно. Ну и последний подарок за эти 10 месяцев — это вот такой вот бальзан для губ «Липсмейкер» со вкусом шоколадного ММДМСа. В общем, моя подруга из команды летом летала в Нью-Йорк и привезла мне оттуда вот такой вот сувенирчик. И он очень вкусно пахнет шоколадом. И, кстати говоря, на вкус он тоже сладкий. Да, я попробовала бальзан для губ. Собственно, как я и сказала, подарки на этом закончились. Теперь мои покупки. Их у меня было не так уж много, кстати говоря. Что удивительно, потому что в прошлом году я снимала прям 50 штук видео. Ну, не 50 штук, но на самом деле очень много для меня. Короче, очень много болтаю. Давайте начнем. Первая моя покупка — это тушь «Кабаре». Моя любимая тушь сейчас. Я с белорусской перешла вот на эту вот, на итальянскую. У нее крутой эффект, и она достаточно бюджетная. Так что я ее покупаю уже, наверное, раз в третий. И очень ей довольна. Дальше покажу вам лаки для ногтей, которые я носила все лето. Вот прям реально по очереди ими красила все лето ногти. Они все от разных фирм, но все они очень хорошо наносятся и достаточно долго держатся для обычных лаков. Вот эти вот два, как можно заметить, они с эффектом гель-лака, и они действительно выглядят на ногтях как гель-лак. Во всяком случае, черный точно. А вот белый — не очень. Ну, либо просто у меня руки не из того места растут. Последняя моя покупка декоративной косметики, хотя, в принципе, наверное, лаки нельзя относить к декоративной косметике, да и в принципе к косметике. Короче, последняя моя покупка из декоративной косметики — это пудра. Как вы видите, она у меня уже почти закончилась. Я ее покупала в августе, по-моему. Не дай бог я ее разбила. Хорошая пудра не разбила. Ну и по традиции я покажу уходовую косметику, которую я купила. И первое средство выглядит вот так вот. Это гель-скраб для юной кожи. Его я купила в Крыму летом, когда, собственно говоря, отдыхала в Крыму. Как скраб мне он, походу, не подошел, потому что у меня немножечко щипет лицо после того, как я им пользуюсь. Я им, соответственно, очень редко пользуюсь, но пахнет он вкусно лавандой. Дальше это просто моя любовь. Это мицеллярная вода. Здесь 300 мл, и стоила она, внимание, 80 рублей. Но при этом она просто идеально снимает макияж. У нее очень маленький расход. И после того, как смоешь макияж с помощью нее, не остается вот этого вот эффекта стянутости, который обычно у меня остается после любой воды, в принципе. Эффекта стянутости и сухости. То есть она реально офигенная. Я ее покупала вот в этом вот магазине. Я не знаю, как его прочитать, поэтому как бы позориться не буду. Вот. И еще одна мицеллярная вода. Вот такая вот от чистой линии. Она мне, кстати, подходит под интерьерчик. Очень прикольное оформление в нее. Смывает макияж она, ну, как бы, хорошо. Но вот после нее как раз-таки есть вот такой вот чуть-чуть эффект, как бы, сухости и стянутости. Я такое не люблю. Но, в принципе, она достаточно неплохая для меня. Просто мне действительно очень сложно найти себе мицеллярную воду. И я ее, наконец-таки, себе нашла. Потому что у меня практически на все аллергии. Ну, и последнее, что я вам хочу показать, последняя моя покупка, это вот такой вот крем от Organic Kitchen. Забыла. От Organic Kitchen. Он пахнет виноградом. Это крем увлажнения для лица. И я его использую сейчас как базу под макияж. И как крем на ночь. То есть я его использую два раза в день, утром и вечером. И он очень быстро впитывается и очень хорошо увлажняет. И прям, короче говоря, респект. Вообще суперкрутой крем. Вот, всем советую. Он еще прикольного зеленого цвета внутри. Вот, товарищи, это, собственно, вся косметика, которая у меня появилась за эти 10 месяцев. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на мой канал. А с вами была я, София. Всем пока!